Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас мук-банг. Завтра, кстати, постараюсь еще выложить влог. Сегодня, потому что снимаю, буду ноготочки, наверное, делать. Так, что у нас на сегодня? Очень вкусные котлеты с сыром и картошкой. Очень аппетитно все смотрится, пахнет обалденно. Приготовила мамочка. И напиток у нас сегодня гранатовый сок. Гранатовый сок у меня ассоциируется с моим детством, потому что в детстве папа работал у нас проводником. И тогда папа привозил очень много гранатового соку. Там как-то странно, кстати, выглядит. Немножко такого коричневого цвета. Сладенький, такой немножечко с горечью. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали под моими видео. Постараюсь ответить на большое количество вопросов. Горячо. Итак, хочу ответить на вопрос. Вопрос задает Наргиз. Наргиз, тебе огромный привет. Спасибо, что смотришь. Вопрос звучит так. Здравствуйте, Айка. Очень люблю смотреть ваше видео. У меня назрел такой вопрос. Было ли такое, что вам нравится молодой человек, вашей подруги? Или вообще расскажите про свой типаж идеального парня, какой он должен быть. Насчет подруги, чтобы мне нравился парень подруги, это вообще, мне кажется, такое табу просто. Это никогда ни за что. Я просто не воспринимаю этих мужчин как мужчин. То есть для меня, например, парень моей подруги, это как брат. Вот вы можете влюбиться в брата? Нет. Горячо. То есть у меня даже мысли не возникают. Возможно, это еще плюс связано с тем, что у меня с подругами очень разные вкусы. Ну, прям очень. Ну, даже если у нас бы были одинаковые вкусы, все равно я бы никогда в жизни не посмотрела на парня своей подруги. Даже если бы они расстались. Все равно. Про мой типаж Наверное, сложно что-то говорить. Единственное, наверное, возраст. Сильно большую разницу в возрасте я не приветствую. Чисто для себя. Максимум 5 лет. Это не важно, я старше или меня старше. Даже можно, если помладше на 5 лет. Я просто считаю, что, когда большая разница в возрасте, меньше общих интересов, я могу и ошибаться, у меня, например, брат женился и его жена на 9 лет младше. Бабушка с дедушкой разница была 13 лет. Прекрасно жили. Прекрасно друг друга понимали. Но для меня это табу. То есть мне такой вариант не подойдет. Какой бы идеальный парень не был, если ему там 35 и плюс, то навряд ли. Мне кажется, человек просто не будет разделять мои интересы. То, что я делаю, ему будет казаться глупым. У меня, например, друг детства. Вот он тоже хочет себе найти ровесницу. Не хочет сильно младше. Я его понимаю. Мы с ним реально можем поболтать о таких вещах. О которых, например, с кем-то другим мне бы было как-то стыдно говорить. Абсолютно разные темы можем обсудить. Это круто, кстати, иметь такого друга, с которым все можно обсудить. Но я к чему это? Он тоже согласен со мной. Он тоже считает, что большая разница в возрасте. Ни к чему хорошему не приведет. Будет мне интересно. Я солидарна. Или еще. Насчет внешности. Ну, наверное, рост единственный для меня важен. Если маленький рост, им все отпадает. Дурацкий какой-то грейпфрут. Не сочный. Рост вот важно, а все остальное не настолько. Для меня, например, абсолютно не важно материальное состояние. Ну, как абсолютно не важно? Могу объяснить. То есть, это не на первом, не на втором, не на десятом месте. Человек может хорошо зарабатывать, но к вам относиться ужасно, например. Часто такое бывает, что мужчина хорошо зарабатывает. И к жене, там, не знаю, к девушке относится просто потребительски. И какая мне разница, сколько он зарабатывает, если он ко мне относится как к вещь какой-то, правильно? Человек может быть не сильно успешным, например, но зато с чистым сердцем, очень искренне, хорошо к тебе относиться, прислушиваться к тебе, слушать о каких-то твоих проблемах. Мне вообще очень нравятся мужчины, которые способны слушать. У нас, у женщин, иногда бывают такие моменты, когда нам просто грустно. Или мы просто ревнуем. Не знаю, какие-то червяки в голове. И в этот момент так приятно, когда мужчина готов тебя просто выслушать. Хотя, возможно, он в своей голове считает, что ты несешь бреды, ты просто создаешь проблему на пустом месте. Но прикольно, когда он готов тебя выслушать, готов как-то что-то подсказать. Понятное дело, что мужчины не менее эмоциональны, чем мы. Если мужчина просто поворачивается и говорит, да ты несешь бред, да ты уже достал, да сколько можно ныть. Ну вот нафига. Смотрю, дом 2, и там вот у девушки есть парень. И парень не готов ее выслушать. Хотя девочка такая классная. Понятное дело, что у нее иногда там необоснованная ревность и еще что-то. Это все понятно, но иногда хочется, чтобы тебя просто выслушали. Сказали, что ты не права, что все на самом деле не так. Что как сильно тебя любят и так далее. Короче, подыграли тебя. Самое главное, душевная гармония. То есть, если в отношениях тебе некомфортно, если ты постоянно предъявляешь своему молодому человеку, что тебе не нравится это, то, третье, десятое. И в таких моментах мы, девочки, обвиняем сами себя. Думаем, вот я выношу мозг, я делаю неправильно и так далее. Плюс нам еще все психологи говорят о том, что вы делаете абсолютно неправильно. А я считаю, что если отношения здоровые, если есть вот эта гармония в отношениях, то девушке не надо ничего предъявлять. Ее и так все устраивает. И то, что многие говорят, вот она просто истеричка, там, не знаю. Если девушка действительно чувствует, что ее любят, что все хорошо, ей не изменяют. Она не будет предъявлять. Она не будет выносить мозг. Еще, знаете, мужчинам не нравится, когда мы им выносим мозг, нам что-то предъявляем и так далее. Но если так задуматься, это признаки любви. Женщина, которая не любит, никогда не будет ничего предъявлять. Ей будет просто все равно. Огромные котлетки, по идее, они должны радоваться, что мы им предъявляем. Хотя, вот люди, которые смотрят мои видео, у них складывается немножко неправильное впечатление обо мне. Все почему-то думают, что я очень эмоциональная, такая взрывная. читаю комментарии, я делаю такие выводы. На самом деле, я очень сдержанная. не то, что я о себе так говорю, моя мама обо мне так говорит, люди, которые меня знают давно, мне тоже говорят, что я очень сдержанная, умею держать свои эмоции под контролем. У меня нет какого-то одного типажа, что вот такой вот должен быть мужчина. Мы, конечно, можем там думать, какой должен быть, а какой он будет, непонятно. Единственное, я считаю, никогда нельзя мириться с неуважительным отношением к вам. Если на вас забили, не знаю, 2-3 дня вам не звонят, потом опять появляются, опять пишут, потом не пишут и так далее. Не надо это воспринимать как должное. В мире очень много прекрасных людей. Имейте гордость любить, ценить себя. Вообще, я считаю, что нельзя подходить к этому вопросу с мыслью все мужики козлы, все они плохие и так далее. Возможно, вам попался, например, один какой-то плохой, но это не делает плохим всех. Если вы уже будете изначально смотреть с этой призмы, ничего хорошего вы не увидите. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.